Ноябрь 1943 года. На советско-германском фронте основное сражение это вторая битва за Киев, Киевская наступательная операция. Но помимо Красной армии участвовали чехословацкие части, которые считались отдельными. Киевская операция две фазы имеет наступательная и оборонительная. В конце сентября войска Воронежского фронта, который к ноябрю уже был первый украинский, сходу захватили плацдармы южнее и севернее Киева. Однако в течение октября, как я уже говорил, форсирование Днепра остановилось, и немцы пытались выбить с этих плацдармов Красную армию. В результате доходило до того, что мирное население, практически невооруженное, сгоняли там и пытались что-то с ними тоже делать, считая, что они виноваты за оккупацию. Ну, это примерно октябрь, а к 7 ноября коммунисты решили Киев взять, так как это, в принципе, был третий город СССР, и вот таким образом решили отметить там очередную годовщину коммунистического переворота. Сосредоточили там, в общем, силы, хотя они достаточно были уже такие подорваны, но все, что было, в общем, кинули. Еще проблема такая у немцев была, что основные атаки на Кривой Рог продолжались. Я говорю, что взяли Днепропетровск, и с него тоже из плацдарма на Пятихатках пытались прорваться к Кривому Рогу, и немцы считали, что Кривой Рог это очень важно, потому что там металлургический завод. И, в общем, Киев, немцы не думали, что будет наступление на Киев в начале ноября, и перебросили основные силы под Кривой Рог, хотя Киев тоже для них был достаточно важен. 1 ноября началось наступление советское с Букринского плацдарма, но оно было отвлекающим, а 3 ноября нанесли главный удар, который привел к продвижению примерно на 1-2 километра, и, в общем, вот с двух плацдармов, как и планировалось, окружали Киев. Где-то к утру 6 ноября Киев был освобожден, и поскольку фронт был прорван таким образом, довольно быстро начали вперед продвигаться, то есть, как вот обычно у сталинских войск, то есть немедленно наступать там любыми способами вперед-вперед. 7 ноября советские войска вошли в Фастов и 13 ноября в Житомир. А 7-й армейский корпус немцев, он, соответственно, бежал. Но, однако, где-то к 10 ноября немцы перебросили уже из-под Кривого Рога, чтобы Киев обратно отбить, и уже где-то 10-11 ноября у Фастова начались контратаки немецкие. Ну, в целом считается, что наступление на Киев было правильно сделано, перерезали два шоссе, которые вели из города, из города, создали угрозу окружения немцев, в результате они бежали. Ну, тем не менее, потери советские, по всей видимости, были больше немецких, как практически во всех операциях. Ну, вот немецкие генералы обычно говорят в пять раз цифру, что советские потери вот при наступлении, в советском в 43-м году, были примерно в пять раз больше немецких. Ну, это оспаривается, и на самом деле, как еще раз надо повторить, что по отдельным операциям потери во Второй мировой малоизвестны, но то, что по итоговым называют цифру 30 миллионов там советских потерь, которые действительно где-то в 5-6 раз больше немецких потерь на Восточном фронте. Такие вот дела. Ну, ладно, значит, дальше оборонительная операция. Где-то с 11 по 17 ноября немцы наступали во фланг наступающей советской группировки. То есть, там командование гнало вперед советские войска, а их уже, в принципе, окружали со стороны фастово-немецкие войска. В основном, значит, немцы перебросили туда танковую дивизию Лейбштандарт СС Адольф Гитлер, первую, 25-ю танковые дивизии. И, в общем, все танки там они собрали, какие у них были, и пытались действительно Киев отбить. Надо еще учитывать, что советские войска нифига не окапывались, а просто шли вперед. То есть, укреплений никаких за Киевом у советских тоже не было, что приводило к тому, что можно было просто танковым маневром все это дело разбить. Значит, немцы пытались вообще окружить вот эти наступающие советские войска у Житомира. Советские войска, правда, уже хорошо знали еще с 41-го года всю эту немецкую тактику и немедленно пошли назад. Чтобы выйти из окружения. Ну, в результате всего вот этого Житомир 20-го ноября пал. И там пришлось уничтожить. То есть, когда взяли Житомир, захватили склады немецкие продовольствия и всякого такого. И чтобы оно немцам не досталось, пришлось их уничтожить. То есть, взяли, короче, много еды и ее практически не использовали. Пришлось уничтожить, потому что через неделю немцы опять взяли Житомир. 23-го ноября немцы взяли Брусилов, но к 25-му ноября пошел уже советский контрудар, 3-я гвардейская танковая армия в районе Брусилова. И к 25-му ноября все вот это наступление, все-таки немецкое, остановилось. Короче, тут успехи у советских войск какие. То есть, избегли окружения под Житомиром, все-таки вовремя сообразили, да. И под Брусиловым дали контрудар, остановили. Тем временем у немцев пришла 25-я танковая дивизия, переброшенная из Франции. Которая все-таки в районе Фастова потерпела поражение. Были потеряны все артиллерии, более сотни танков. Однако в декабре Лейбштандарт, там и другие части немецкие продолжали атаки на Киев. Даже удалось, значит, там чуть ли в районе Милене не окружить советские войска. Но к 21 декабря это наступление тоже остановилось. Но в целом, по результатам наступления под Киевом, немцы продвинулись на 30-40 километров. Остановили советское наступление. Ну и вот Манштейн тоже рассказывает, что они там взяли 5000 советских пленных. Что советские потери были в 5 раз больше немецких. Но вот, к сожалению или к счастью, эти цифры все никак не подтверждены. И ничего, в общем, особенно неизвестно, какие там потери были. В общем, немцы рассказывают, что большие потери нанесли советским войскам. А советские историки это все оспаривают. Есть советский художественный фильм 1985 года «Контрудар». Параллельно проводится Гомельская операция 10-30 ноября. Ну, значит, Гомель это к северу от Киева. И, в принципе, в октябре-ноябре также ставили задачу войти в Беларусь, но не получилось. То есть, я уже рассказывал, предыдущие Оршанские операции провалились, да. Небольшие были прорывы там в ряде участков фронта, но, в общем, ничего. Еще в сентябре, когда шло такое загальное наступление советское, они форсировали Десну, СОЖ, в принципе, приблизились к Гомелю. Но потом, в октябре, везде советское наступление остановилось. Значит, это все уже называлось Белорусский фронт. И потом, так как все будет до конца войны, сентябраться Белорусским фронтом, решили не переименовывать, когда в Германию пошли. Ну, и вот, значит, теперь поставили задачу взять параллельно с Киевом также и Гомель. То есть, в начале ноября брали Киев и взяли его. И сразу после этого ударили на Гомель. Возможно, была отвлекающая операция, чтобы немцы под Киев ничего с севера не перебросили. То есть, с юга они и так немцы все перебросили, что могли, из Кривого Рога под Киев. И это у них было успешно, они сделали контрнаступление под Киевом, да. Они могли из севера там чего-нибудь ударить, поэтому конкретно сделали наступление на Гомель, чтобы ничего не убрали. 10 ноября началось наступление вблизи Лоева. Ну, постепенно включали части их. Считалось крупным успехом, что взяли Речицу. 18 ноября вывесили красный флаг Пречицы. Но немцы продолжали еще бой в самом городе, потому что Речица это железнодорожный мост через Днепр. И только 21 ноября Красная Армия взяла там также и мост. Ну, 18 ноября по поводу освобождения Речицы в Москве дали салют. Это первый салют в честь освобождения городов на территории Беларуси. Небольшой город, но он был значим, потому что переправа. Поэтому даже в Москве салют дали за эту Речицу. Ну, тем временем форсировали также Березину. Приближались уже к Мозырю и Жлобину. В принципе, на протяжении где-то 120 километров осуществили праре фронта в этой гомельской операции. Она такая в целом успешная. Однако немцы ночью с 18 на 19 ноября устроили контратаку, используя 20 танков тяжелых, которые у них были, типа Тигры и Пантеры. Ворвались в село Караватичи, опрокинув оборону советской 172-й стрелковой дивизии. После чего двое суток был тяжелый бой в Караватичах, вплоть до Рукопашной. И с большими потерями советские войска все-таки отбили немецкий контрудар танковый. И тем временем вышли уже в тыл группировки немецких войск, которая оборонялась в Гомеле. Соответственно, немцы из Гомеле начали отходить, чтобы избегнуть окружения. К вечеру 25 ноября войска Белорусского фронта с трех сторон подошли к Гомелю. И под угрозой окружения гитлеровцы в ночь на 26 октября начали уходить из Междуречия, Сожа и Днепра. Соответственно, утром 26 ноября в Гомель вошли части 217-й стрелковой дивизии советской и 96-й стрелковой дивизии. Все, рано утром ефрейтор Михаил Васильев установил красный флаг на городской электростанции Гомеля. Взяли, короче, Гомель. Ну и вот к 30 ноября операция завершилась. В Москве были салюты. Это первый областной центр Белоруссии. Но тут важно, что вот в Беларусь продвигаются. С Беларусью было тяжело, так как немцы, в принципе, вот в октябре оборонили Беларусь. На самом деле немцы в Беларуси отбились. Несмотря на изобилие там партизан, ничего не получалось. А вот то, что Гомель освободили, это первый областной центр, и в Москве был салют по этому поводу. Ну, партизаны участвовали там, в Толу наносили удары. Ну, в целом, в результате Гомельско-Реческой операции войска Белорусского фронта продвинулись на 130 километров. Создали угрозу окружения южного фланга группы армий центра в Беларуси. И потом действительно окружение будет, как все мы знаем, но летом 44-го года. Прервали сообщения между группой армий центр и группой армий юг. То есть отдельно разбили немцы на Беларуси и немцы в Украине, да. Под Гомель как бы вот так вот вклинивался. То есть это был транспортный узел, они прервали сообщения. А через болото-то, через Полесье немцы не могут ничего. Получилось, у немцев логистически выглядит так, что связь через Варшаву идет между Минском и... Там, допустим, Волынью, да. Ну вот, освободили крупный центр город Гомель. И в целом способствовали вот успехам под Киевом. Потому что немцы не могли под Киев перебросить. Оттуда войска, о чем я уже говорил. И после взятия Гомеля они уже физически не могли перебросить, потому что просто уже коммуникации не было, нам болото дальше. Ну, в общем, в целом эти две операции успешные. Хотя за Киев очень кровопролитная и закончилось определенным поражением. Бандеровцы проводят первую конференцию про обощенных народов Востока Европы и Азии. Значит, как я уже рассказывал, АУНУПА сменила идеологию на левую, граничащую с анархизмом. Я приводил там прям цитаты из программы, выводил на экраны. Очевидно, анархосиндикалистские. Они даже, в общем-то, лозунг усвоили власть народом, а не партиям, да, анархистские. То есть, там было указано, что общество будет организовано на профессиональной основе, как совокупность профсоюзов, да, а не на комиссарско-партийной. Это практически анархосиндикалистские лозунги у бандеровцев. Ну, правда, они говорят, что при этом будут национальные государства, то есть, поэтому все-таки смесь, да, смесь анархизма с социал-демократами. Я так оцениваю программу УПА. Ну вот, так вот, социалисты-то, польские и украинские, если к этим традициям вернуться, всегда призывали сокрушить Россию как тюрьму народов. И вот эта тема, когда УПА к социализму вернулась, это на самом деле возврат, потому что традиционная позиция польских и украинских националистов социалистическая. Всегда были это социалистические движения, социалистическую демократию. Вот у меня есть история 19 века, там подробно это все рассказывают. Ну вот, вернулись они к левой программе, и в левую программу националистов славянских всегда входило сокрушить Россию как таковую, потому что это консервативная империя, которая мешала вот их социальному развитию, мешала социальной революции. Надо сказать, что это объясняли конкретно Бакунин с Карапоткиным, то есть, собственно, из России приехавшие товарищи, что Россия это такое дело, что надо просто уничтожить. Это позиция Бакунина-Карапоткина, в том числе, то есть, собственно, русских, да? Хотя Карапоткин, скорее, белорус, конечно. Ну, ладно, значит, вернемся мы к УПА. Так вот, на эту позицию они хорошо понимали. У них, на самом деле, были подготовлены там люди в плане идеологии. И, соответственно, они подняли лозунг, что нужно поднять восстание всех народов Советского Союза, распространить там вот эти идеи демократического национализма там среди кавказцев и так далее. Вот. Для начала они собрали, чтобы продемонстрировать вот это, чтобы начать, так сказать, призывы к народам Советского Союза восстать против Сталина, собрали первую конференцию про обащенных народов Востока, Европы и Азии, ну, где, по сути, они собрали всех грузин, узбеков и прочих, которые там в ОУН попали. Так как ОУН там контролировал значительные территории в Волыни, из советских всяких военнопленных разные народы, да, служили там, допустим, в полиции, а потом они попали в УПА. Сплошь и рядом полиция на Волыни и других территориях Галиции переходила на сторону бандеровцев немецкая, очевидно, наблюдая крах немецкого режима в Западной Украине. Ну, так вот, они собрали там грузин, азербайджанцев, узбеков, татар там и так далее. И, в общем, ни одного, кстати, русского, и провели конференцию. Значит, как потом рассказывал Михаил Степаняк, 70% делегатов русский язык понимали плохо, а украинский вообще не понимали. Ну, и там истории есть, что одного там грузина потом вообще ОУН пристрелило, потому что он оказался советским шпионом по их представлениям, да, и так далее. Уже был гонокомандующий УПА Роман Шухевич. Естественно, не было ни одного поляка, и с поляками они воевали. На тот момент, уж тем более под Шухевичем, это всегда была его позиция, что с поляками надо воевать. Ну, как я уже не раз говорил, это абсурд. То есть, если ставится амбициозные цели победить Сталин и Гитлер одновременно, воевать с армией Краевы, которые ставят такие же цели, на самом деле, ну, это был полный абсурд. Но, к сожалению, он осуществился. Во многом он и привел к поражению и тех, и других. Ну, ладно, значит, собрали грузин и приняли там, соответственно, воззвание. Суть была именно пропагандистская. Бандеровцы, конечно, просто принять программу, а, значит, грузины просто, чтобы, так сказать, продемонстрировать, что это движение теперь не украинское, а вот оно общедемократическое, и ставить целью вообще ликвидацию сталинизма как такового. То есть, бандеровцы расширили свою программу, что они теперь не только за украинский народ, за все народы СССР порабощенные. Значит, могу зачитать, собственно, принятую декларацию, фрагмент. Значит, дальше цитирую бандеровцев в образовательных целях, если что, чтобы на меня донос не написали, то, что надо же понимать, в оригинале как программа выглядела. Значит, Сталин и Гитлер, идя к своим империалистическим целям, топят в крови целые народы. Немецкий империализм, который сравнительно легко заполучил первые успехи на всех завоеванных территориях, сразу применил политику открытого национального и социального гнета. Этим настроил против себя многомиллионные массы порабощенных народов. Из гнета гитлеровского преступного империализма целые народы вновь попадут в лапы кровавого российско-большевистского империализма. На занятых территориях вновь начнется массовое уничтожение народов, которое идет по линии невиданного террора НКВД и мобилизации неподготовленных народов под ураганный огонь немецкого оружия. Но чем ожесточеннее террор сталинского НКВД, тем больше растет недовольство порабощенных российско-большевистским империализмом народов. Ну и дальше призыв к солдатам Красной Армии переходить на сторону бандеровцев. На конференции они сформировали комитет порабощенных народов, который должен был формировать повстанческие армии для всех остальных народов, не только украинцев. Дальше был создан антибольшевистский блок народов, о чем я буду рассказывать. В какой-то степени относительно белорусов что-то там получалось. Но, конечно, вся эта грандиозная программа выполнена не была. Но, как я уже говорил, для начала надо было бы хорошо хотя бы с поляками помириться. Прежде чем узбеков призывать к восстанию, помириться бы хорошо было бы с поляками, у которых уже была готовая армия и которая тоже собиралась воевать со Сталиным. В то же время, вот сама мысль, заявленная в этих документах, что немецкий и советский империализм по сути не отличаются, довольно верная, что демонстрирует нам, например, президент Путин, который ссылается то на откровенного нациста Ильина, то на Сталина, откровенного коммуниста. То есть, вот Путин практически разницы не делает. У него смесь каких-то сталинистских установок с русским фашистом Ильиным, что, кстати, критикуется, собственно, русскими коммунистами. Ну, тут, да, действительно, главное империализм оправдать. Какой империализм, коммунистический или фашистский, видимо, нашим властям все равно. Я тут уже как-то разбирал то, что они спустили в виде идеологии высшие учебные заведения, и там какая-то смесь тоже из нацизма и коммунизма совершенно абсурдная. Ну, вот, собственно, Ауну Панамо говорит, что разницы нет между большевистским империализмом и гитлеровским. В общем-то, вот, даже наши власти демонстрируют, что они, собственно, разницы тоже не видят. Смешивают и то, и другое. Вообще-то, какое-то время конгрессов, этот, ноябрь 43-го года, проводит также конгресс Муссолини. Значит, Муссолини из национальной фашистской партии сделал республиканскую фашистскую партию. Дело в том, что король-то убежал. Раньше они за короля, так сказать, были горой. Король убежал и вообще войну объявил Гитлеру. Поэтому он прогласил там республику, итальянская социальная республика. И опять подался в анархисты Муссолини. И, короче, вот итальянская социальная республика, она по задумке Муссолини будет левой, лево-радикальной, еще левее коммунистов и так далее. Понятно, что все это был, короче, полный бред. На самом деле это все было под немецкой оккупацией. Правительства марионеточное и даже, собственно, итальянских войск не было. Итальянцы все пошли в красные партизаны. Ну, может быть, потому что вот среди партизан уже к ноябрю 43-го года доминировали левые. Именно партизан, которые в северной Италии, где сидит Муссолини. Они решили перебить повестку и провозгласить, что они тоже все из себя там социалисты. Муссолини сам был социалистом левым и примерно всю логику левых представлял себе и мог в ней работать. Ну вот они собрали Веронскую и Конгресс, чтобы пересмотреть программу, значит, фашистской партии, которую они переименовали. Значит, было подчеркнуто, что партия все равно одна. То есть, несмотря на перемену социальных лозунгов, они, короче, партию не распустят. Партия будет одна и других партий не допустят. Значит, экономическая социализация, главенствующая роль, в которой отводится рабочим синдикатам, то есть, вот это вот анархосиндикалистский лозунг, что править будут профсоюзы рабочих в основном. Но предприниматели тоже сохранятся. Право частной собственности тоже будет. Объединения предпринимателей будут, тем не менее, поставлены под контроль государства. То есть, как это мыслится? Сильное государство с единой фашистской партией, при этом на предприятиях распоряжаются рабочие через свои профсоюзы, но предприниматели тоже получают свою прибыль, однако это контролируется государством и профсоюзами с двух сторон. Это какой-то бред, но вот так вот Муссолини сформулировал свой переход, так сказать, в социалисты. Выступил там такой Александр Повалини, секретарь фашистской партии республиканской, которую они создавали. И там вот такой вот бред, цитирую я Повалини как идеолога социалистического фашизма. Относительно социальной сферы ясно, что социализм фашистский не может быть социализмом марксистским. То есть, фашистский социализм использовался термином. Социализм фашистский не может быть социализмом марксистским, то есть, тем социализмом, который признает только ручной труд и пренебрегает трудом техническим и интеллектуальным. Наш социализм не может быть похожим на коммунистический социализм по типу русского, так как он противен нашему духу. Нам противна жизнь о тотальном подчинении государству всей экономике, вплоть до кустарного производства, всего сельского хозяйства, всех родов, профессий, как это делается в России. У нас должен быть построен социализм, основанный на синдикатах, то есть, анархосиндикализм у них должен быть построен, который сделает решительный шаг на пути к социальной справедливости, не отрицая, тем не менее, ничего, что было сделано в социальной сфере за 20 лет существования фашистского режима. Значит, у нас итальянские фашисты подались тоже в анархисты. Ну, в общем, левый поворот к концу войны очевиден, но это на словах. На деле Муссолини просто марионетка немецкого империализма, совершенно очевидно. Дальше они приняли манифест, где, в частности, сказали, что, значит, монархия низвержена, будет собрано учредительное собрание, которое учредит социальную республику анархистскую в Италии. Учредительное собрание будет собрано по принципу представителей синдикатов, то есть, как анархисты это мыслят, не будет выборов всеобщих, а профсоюзы пошлют делегаты на учредительное собрание. Короче, Муссолини Кропоткина явно в молодости начитался. Значит, профсоюзы пошлют делегатов на учредительное собрание, и там они примут решение, что монархия низвержена. При этом партия останется одна, фашистская. Значит, выборы особенно не нужны, там все-таки выборы фашисты ненавидели. Значит, там, как дословно, отрицательный опыт в отношении выборов, уже имевшие место в Италии. Значит, выборы не нужны, но иерархия тоже, короче, не нужна, поэтому будут совмещаться выборы и иерархии профсоюза. То есть, будет совмещаться фашизм, либерализм и анархосиндикализм. На всякий случай, все, короче, будет впереди. Партия, значит, это орден сражающихся и верующих. Партия и орден сражающихся и верующих должна реализовываться как организм абсолютной политической чистоты, достойный быть хранителем революционной идеи. Значит, революционные фашисты, они все останутся как орден сражающихся и верующих. Значит, свободу религии. Однако, евреи являются иностранцами, и дословно, значит, в ходе продолжающейся войны евреи считаются врагами. Вот и антисемитизм еще будет. Наградили, значит, лозунгов из-за всего, что они, как посчитали итальянцы, зажгет народ, да. И смысл этого единственное в том, что они продолжают воевать за Гитлера. Они не в том, что тут сказано, ни в анархизме, ни в антисемитизме, ни в либерализме, ни в чем, ни в никаких прочих измах. Такие вот пироги в Италии. Независимость Ливана провозглашена. Довольно сложно там было. Значит, вообще Деголь, когда оккупировал Ливан и Сирию, обещал независимость, но не давал. Тем не менее, в Ливане сформировали свое правительство, там была палата депутатов. И 8 ноября они таки потребовали независимости. В ответ французы, которые Деголь контролировал территорию, арестовали президента, премьер-министра, посадили их в тюрьму в Рошае. Ну, тогда, значит, парламент собрался, подтвердил, что они, значит, за независимость. Переехали в Бешамун, и это называется Бешамунское правительство. Они организовали волнение в народе, создали свои военные части. Ну, и в условиях, когда, в общем-то, основные все события на фронтах были, чтобы там открылся еще в тылу арабский фронт, это никого не устраивало. Тем более, арабы-то не собирались за Гитлера воевать, они независимость требовали. Вот, поэтому Франция, Деголевская, выпустила заключенных из тюрьмы Рошаи 22 ноября 43-го года, и это считается все, и признала независимость. Считается, вот, День независимости Ливана 22 ноября 43-го года. Ну, они, значит, дело в том, что Ливан сложная ситуация. Во-первых, они там делились на христиан и мусульман, и христиане больше поддерживались западом, чем мусульмане, по понятным причинам, да? Вот, поэтому они там приняли национальный пакт какой-то смешанный, из каких-то принципов светского государства и религиозных. Ну, вот, значит, пункт первый. Ливан является полностью независимым государством. Дальше. Христианские общины должны прекратить особые отношения с Западом. В свою очередь, мусульманские общины должны защищать независимость Ливана и предотвратить его слияние с другим арабским государством. Хотя Ливан является одной из арабских стран, с арабским в качестве официального языка, он не может быть отрезан от его духовных и интеллектуальных связей с Западом, которые помогли ему достичь такой степени развития. Ливан, как член семьи арабских государств, должен сотрудничать с другими арабскими странами. То есть, вот тоже что-то такое вот непонятное. Ну, видимо, потому что вот война, да, было непонятно, чем кончится. То есть, эта декларация содержит принципы какие? Религиозные, потому что они продолжают. Тут, допустим, написано, что государственные должности нужно распределять где-то пропорционально между христианами и арабами, и мусульманами. Значит, президент республики должен быть маронитом, премьер-министр суннитом, спикер палаты депутатов шиитом, отношение депутатов 6 христиан к 5 мусульманам. Это вот все о чем говорит, что они религиозный принцип исповедуют, что власть распределяется в соответствии с конфессией. Это первое. Второе, они там напустили арабского национализма, да, что там связь с арабскими государствами. Третье, они вообще зарядили там что-то такое либеральное, дружба с Западом там, да, и прочие всякие свободы. То есть, тут тоже смесь разных принципов, видимо, характерная для всех этих деклараций в конце войны, когда они знали, что куда пойдет. Вот, ну, дальнейшую всю историю Ливана, она будет еще в контексте истории Израиля, так что про это мы еще поговорим, конечно. Тегеранская конференция, конечно, крупнейшая, наиболее значимая из всех конференций ноября 43-го года. Но тут еще важно, что лично Сталин все-таки явился в Тегеран. Тегеран под советской, в общем, оккупацией на тот момент. Были предложения в Каире, в Стамбуле, в Багдаде. Видимо, Сталин куда бы то ни было на несоветскую зону отказался ехать. Значит, в конце ноября Сталин из Москвы выехал на литерном поезде 501 в Баку, в условиях, естественно, глубокой тайны. А из Баку в Тегеран он летел на двух самолетах при сопровождении 27 истребителей. И вот летчик Виктор Горачев, на его самолете летели Сталин, Молотов, Ворошилов. Рузвельт на линкоре приехал в Алжир, потом он приехал в Каир, Рузвельт, где он встретился с Черчиллем, и 28-го ноября прибыли в Тегеран. Рузвельт жил в здании советского посольства, а Черчиллем в британском. Ну, там, в общем, поделили Иран, Советский Союз и Британия, уже рассказывал подробно. Но поскольку на советской зоне, то, естественно, КГБ прослушивало все разговоры Рузвельта. И конкретно Серго Берия, сын Берии, конкретно слушал Рузвельта. Ну, СССР же, конечно, они будут за всеми шпионить. Эти придурки записывали все разговоры поляков в армии Андерса и передавали лично Берии. Ну, уж, конечно, они будут слушать Рузвельта. Ну, ладно, значит, очевидно было, что СССР победит, и что Гитлеру, в принципе, конец. Поэтому обсуждали уже, во большей части, что будет после войны. Ну, правда, обсуждали и по поводу Второго фронта. И поскольку был Сталин, он смог убедить, что вот эта вся балканская стратегия Великобритании не нужна. То есть, Черчилль предлагал десант еще в Греции, с выходом еще в Югославию. И, кстати, это могло помочь бандеровцам. Они на это надеялись. Что Черчилль действительно выйдет куда-нибудь в Югославию, там, в Болгарию. Это уже где-то близко. И тогда можно будет с Черчиллем какие-то отношения установить. Вот это у бандеровцев такая идея была. Ну, короче, вот Сталин добился, что это все не надо, а надо высадиться во Франции, о чем Сталин в 41-го года твердил. В принципе, американцы поддержали Сталина в этом плане. Рузвельт тоже считал, что во Франции надо высадиться. Ну, так вот, они назначили высадку на май 44-го года, но потом на 6 июня 44-го года перенесли, о чем я, конечно, уже расскажу о высадке во Франции. В принципе, они согласились, что Иран делить не будут, а они дадут ему независимость после войны. То есть, была декларация об Иране. Значит, вопрос о Германии. Рузвельт выступал за то, что Германию после войны нужно разделить на несколько государств. То есть, восстановить раздробленность Германии. Пруссия, Ганнавер, Гессен, Саксония, Бавария. В принципе, вот на карте план Рузвельта. И Рур и Саар, то есть, основные месторождения, вообще сделать международной зоной, то есть, по сути, передать Англии и Франции. Черчилль, у него тоже был проект, у Черчилля считал, что нужно Дунайскую Федерацию создать, там Баварию с Австрией объединить, насколько я помню. И тоже, в общем, разделить Германию. Сталин единственный, который выступал за единство Германии. Ну, правда, при условии отторжения от Германии, Силезии и Померании в сторону Польши. Так вот, по поводу Польши. Значит, по поводу Польши, армия Краева, как я уже рассказывал, воевала за то, чтобы Западную Беларусь и Западную Украину в Польше оставить. Позиция польского правительства, что нужны границы 1939 года. Вот Черчилль именно на тегеранской конференции предложил решение, которое до сих пор имеется. То, что, значит, Западную Украину, Западную Беларусь забираем и отдаем советам, да, потому что этнически там преобладают украинцы и белорусы. И по линии Керзона установить границу, которая предлагалась еще, там, гражданскую войну, да. А в качестве компенсации отдать Польше Силезию и Померанию, в которых, вообще-то, большинство населения было немецкое, а немцев выселить за то, что они войну устроили. Ну, в Силезии определенное польское было, то есть селезняки, селезняки по-польски. Ну, у селезняков, вообще-то, свой язык селезский. Я об этом уже клип делал. Ну, ладно, у них идентичность спорная. Являются ли они поляками или отдельным, вообще говоря, народом, этот вопрос дискутируется. Ну, ладно, они там решили, что пусть будут поляками. Померание была заселена немцами, и там уже ссылались на то, что, черт знает, когда там были славяне еще, в 12 веке. Поэтому надо Польше отдать. Значит, ну, известно, что Черчилль положил на карту Восточной Европы три спички. Значит, две положил параллельно границам довоенной Польши, третью по линии Керзона. Затем крайнюю спичку восточную он положил на запад и положил на линию Одернейсы. А остальные, значит, он положил обратно на Керзона. Тремя спичками Черчилль показал, какие будут границы Польши, ну, и вот такие сделали. Также СССР именно там обещали Кёнигсберг, который переименовали в Калининград. Именно в Тегеране договорились, что северная часть Восточной Пруссии будет в СССР. Но надо сказать, что в Тегеране имелось в виду, что правительство Польши будет довоенное, которое в Лондоне. Значит, Рузвельт попросил, чтобы польское правительство в эмиграции не информировали о таких границах, потому что предстоят выборы в США, и поляки там могут на выборах поскандалить. Поэтому, дескать, позже полякам скажем, но так они все уже договорились, что Польша дадут компенсацию за счет Германии, Германии же надо что-то собрать, раз они проиграли, да? Вот, вот это вот и заберут. Вот, некоторые немцы до сих пор на это обижаются. Но правительство Польши, они еще в 43-м году считали, что будет вот эта лондонская. То есть, армия Краева, будет потом армии этой Новой Польши какой-то, у которой границы они уже определили. А потом Сталин Польшу оккупирует, там коммунистическое правительство пасает и все переиграет. По поводу Прибалтики. Рузвельт сказал, что хорошо бы там какой-то плебисцит провести, потому что Прибалтика была оккупирована. Сталин сказал, что он против плебисцита не возражает, но плебисцит должен проходить без международного контроля. Ну, понятно, что плебисцит Сталин устроит, какой ему надо, если там не будет международного контроля, да? Ну, и в принципе, это означает, что США и Великобритания, по сути, согласились с аннексией Прибалтики на Тегеранской конференции. Но официально, как бы так, все равно не признали. То есть, как-то вот так вот они молча так покивали, да, там, давайте там какой-нибудь устроим плебисцит и все. А Кёнигсберг они определенно России обещали, да. Далее, потом Америка, как бы, против аннексии Прибалтики не выступала, она официально ее и не признавала. Такая позиция была у американцев странная. Ну, ладно. По поводу ООН. Значит, ООН вообще идея Рузвельта. Создать организацию не такую, как Лига наций, но такую более сильную, и в то же время, как бы, там военные вопросы решаться не будет. Значит, Рузвельта написал подробный план, как там будет все выглядеть, и он предполагал доминирование СССР, США, Великобритании и Китая, которые, в общем, основную там будут роль играть. Ну, и вот это сейчас и сохраняется. Вот это право Виета в ООН у России сохраняется как правоприемника СССР, да. Значит, Сталин сказал, что малые европейские государства, скорее всего, будут недовольны. То есть, ну, к малым европейским государствам попала Франция, что, дескать, вот европейские государства, получается, там не при делах, потому что это, получается, союз СССР, США, Англия и Китая. Поэтому Сталин предложил сделать две организации, одну в Европе, а другую мировую. То есть, что-то, видимо, он все там за французов и за немцев даже заступался, да. Черчилль вообще предлагал три организации, европейскую, китайскую, там, дальневосточную и американскую. Но, в конце концов, Рузвельт уговорил, говорят, Сталина на свою идею, что будет все-таки единой организацией для всех. Планировалось немецкое покушение на всех руководителей антифашистского блока. Занимался лично Скорцени, который спецоперациями вообще у Гитлера занимался. Против него работал резидент советский в Тегеране Агаянц. Поймали немецких радистов, которых там отправили уже готовить за какое покушение. И поэтому, короче, ничего не состоялось, так как радистов поймали, немцы отказались от этой идеи. Также за несколько дней до начала конференции арестовали всех немецких агентов в Тегеране, которых знали, 400 человек. То есть, возможно, кого-то еще и левого прихватили. Агент Франц Майер на армянском кладбище работал могильщиком, отпустив бороду, изображал армянина, но все равно взяли. Значительная часть была перевербована, и они начали работать уже на коммунистов. О Тегеране очень много информации, естественно, я кратко что-то рассказал. Есть, допустим, киноэпопея «Освобождение», это 1969 год, фильм «Прорыв». Есть «Тегеран-43», художественный фильм 1980 года, я рассказывал в хрониках кино. «Смерть шпионом», фильм многосерийный, уже путинский, тоже про Тегеран. Много документальных фильмов. «Памятник», известный в Сочи Сталина, Розвельта и Черчилля. В общем, история очень-очень известная. Тегеранская, Ялтинская и Поздамская конференции – это три конференции, которые определили судьбу послевоенного мира. Продолжается медленное наступление американцев на Тихом океане. Примерно параллельно идут битвы за атоллы на островах Гилберта, битва за Макин и битва за Тараву. Битва за Макин с 20 по 24 ноября, хотя авианалеты с 13 ноября начались. Ну, за Макин серьезных потерь не было, хотя там был тоже японский гарнизон, и они воевали. К 24 ноября атолл был захвачен, а вот при Тараве там был серьезный гарнизон. Тарава, бои за Тараву с 20 по 23 ноября. Там было 4500 обороняющихся японцев, они нанесли серьезные потери морпехам США. И есть документальный фильм с морпехами на Тараве, в 44 году выпущен. И считается, что это единственный фильм, где есть кадры мертвых американских солдат. Я не знаю, почему американцы так боятся мертвых тел. Это что-то национальное, я не знаю, это что-то кальвинистское. Вот у меня даже, допустим, клип был про Есенина, где есть Есенин мертвый. И почему-то у меня за это приходило предупреждение от цензуры Ютуба. То есть у славян как бы нормально, у японцев тем более, но трупы и трупы, все мы будем трупами. Почему у американцев страх перед трупами, я не знаю. Единственный фильм, где показали мертвых американских солдат, это вот этот фильм про Тараву, где действительно серьезное сражение происходило. Японцы тоже собрали конференцию. В какое-то время просто конференции, ноября 43-го года. Великая Восточно-Азиатская конференция в Токио с 5 по 6 ноября 1943 года. Япония, понятно, что захватила огромную территорию, и также у нее были союзники. Статус этих союзников был разный. Возможно, под влиянием Ван Зинвэя. В 43-м году японцы меняют риторику на антиколониальную, антиимпериалистическую. Хотя раньше они, в общем-то, сами были же империалистами, собственно, все захватили. Теперь, значит, с 31 мая 43-го года японцы тоже, в общем-то, идеологию на несколько более демократическую поменяли. Значит, 31 мая 43-го года принят документ об основных принципах политического руководства Великой Восточной Азии. Где они заявляют, что Япония, так сказать, несет миссию освобождения от западного колониализма. И это тоже у них, как бы, не только словами ограничилось. С августа по октябрь 43-го года они провозгласили независимость Бирмы, Филиппинской республики, Индии и Королевства Камбоджи. Понятно, что на деле все это контролируется Японией и воюют в японском блоке, но они им дали возможность собственной армии создать. Они вооружили бирманских националистов, вооружили, в принципе, вьетнамских тоже, филиппинских и так далее. И потом так получилось, что действительно они освободили. То есть, когда пришли западные колонизаторы обратно после войны, их уже бирманцы встретили оружием, полученным от японцев, и пришлось договариваться с западным колонизатором. И в результате действительно все эти страны стали независимыми, даже и Индия. Но на самом деле статус разный был. Значит, Бирма 1 августа 43-го года только получила независимость. Возглавил националист Бамо, и он приехал на эту токийскую конференцию. Китайская республика была проглашена еще 30-го марта 40-го года, Китайская республика Ван Зинвэй. Ее возглавлял вообще-то левый гомендановец Ван Зинвэй, который там чуть ли не коммунистом был. Это очень левый эсер. Ближайший друг Мао Цзэдуна, и практически отличий между Ван Зинвэем и Мао Цзэдуном в программах-то практически и не было. Но Ван Зинвэй работал, конечно, под японцами, поэтому он особенно коммунистических реформ не проводил. У японцев же так консервативная парламентарная монархия. Тем не менее, Ван Зинвэй, как все хитрые китайцы, постоянно чуть-чуть отжимал. И вел он политику достаточно независимую на своей зоне. Поэтому за это он держал фронт против гомендана. Он добился возвращения сетельментов, отмена права экстратериальности. Тихой сапой он вытеснил японцев практически из всех органов административной власти. И, в общем, степень своей независимости он постоянно повышал. Я уже про это рассказывал. Тут была характеристика правительства Ван Зинвэя уже ранее. При этом он постоянно торговался с японцами за новые уступки. Но думаю, что вот эту всю антиколониальную риторику, конечно, Ван Зинвэй разделял. Это программа, собственно, гомендана тоже. Все, что надо освободить от колонизаторов весь Восток. И вполне возможно, что японцы от него это все и усвоили. Больше ни от кого, в принципе. Манчжоу Го присутствовала. Там премьер-министр Манчжоу Го приехал. Про Манчжоу Го тоже я рассказывал. Манчжоу Го больше зависело от Японии, конечно. У них там вся армия была японская. Но тоже, в общем-то, качала свои права. Манчжоу Го наркоманская империя. Они производили опиум, за счет которого, так сказать, окупались все эти войны Японии. Они подсадили на наркоту всю страну свою и так далее. Тем не менее, эти хитрожопые наркоманы уклонялись все время от сражений. Говорили, что мы не можем там и так далее. И цыганили там что-нибудь у Японии. Япония им строила заводы. В общем, такие они были наркоманы-попрошайки. А когда пришла советская власть, император Манчжоу Го оказался коммунистом. И потом еще и в коммунистическом парламенте у Мао Цзэдуна заседал. Такие вот дела. Ну и в общем, эти хитрожопые манчжуры тоже туда приехали. И, так сказать, тоже там все это на этой конференции участвовали. Интересная история со Свободной Индией. Значит, 21 октября 1943 года в Сингапуре сформировали правительство Свободной Индии. На самом деле территория не контролировалась, поэтому считалось правительство в изгнании. Но часть территории Индии все-таки была под японцами. Андаманские и Никабарские острова. И частично со стороны Бирмы в 1943 году было некоторое наступление, якобы, чтобы освободить Индию. Ну, в общем, взяли небольшие районы индийских штатов Манипур и Нагалент, ближайшие к Бирме. Ну, это позволило, по крайней мере, утверждать, что часть Индии контролируется и можно сформировать правительство, так сказать, независимой Индии. Независимой Индии у японцев возглавлял Субхаз Чандрабос, который возглавлял также индийский легион СС и был индийским фашистом. Нацистом. Ну, его даже у него не было официального статуса, потому что Индия не контролировалась. Ему как бы был правитель в изгнании, но у него войска были тоже все там. И японцы его признавали, что он фюрер Индии. Королевство Таиланда было реально независимым, но японцы его заставили в войну вступить, поэтому Таиланд тоже участвовал, просто состоял в японском блоке. Ну, в отличие от всех вот этих манчжуров, Таиланд был независимым, и его независимость признавалась также и западными странами. Филиппинская республика 14 октября 1943 года провозгласили, никакой реальной роли не имела, тоже поставили местного националиста Хосе Пассиана Лаурели, но Филиппинская республика создавала свои войска постепенно. И, кстати, она официально даже в войне с США не была на тот момент, в сентябре 1944 года она объявит. Значит, не было делегатов со стороны Вьетнама и Камбоджи, потому что они все еще признавались французскими колониями, но японцы де-факто там вооружали местных националистов. Естественно, не было делегатов из японских колоний Кореи и Тайваня, а также из Индонезии, так как Индонезию они провозгласили частью Японии, когда они ее, значит, захватили практически сразу, говорили, что Сингапур это Япония. Сингапур считался частью Японии там, и Малайзия тоже все считала, что Япония, все перейдет к Японии. Значит, 31 мая 1943 года японцы официально заявили, что Индонезия тоже присоединяется к Японии, то есть вот острова эти все тоже Япония решила себе, потому что там нефть. Там были, значит, лидеры движения за независимость Сукарна и Мохаммад Хатта, они в целом сотрудничали тогда с японцами. Сукарна вообще тоже, короче, он всю войну был друг японцев, а потом он внезапно оказался коммунистом нахер, и там коммунистическую революцию строил в Индонезии. Но японцы ему надавали кучу оружия, японцы как бы присоединили к Японии, но этого Сукарна тоже поддерживали, он с ними сотрудничал, тоже формировал армии, и когда потом придут голландские колонизаторы, их Сукарна встретит с оружием и скажет, что он еще и коммунист вдобавок. Ну, я про это расскажу, да. Потом он еще поменяет там идеологию и так далее, то есть он будет, короче, Сукарна будет потом правителем Индонезии освободить свою страну, и все. На тот момент он с японцами сотрудничает. Кстати, берманцы тоже потом, да, освободят. Потом все будут рассказывать, что японцы там их всех жутко угнетали, и сами были колонизаторы. Ну, на тот момент они говорили наоборот, что угнетали их западные, а японцы их освободили. Значит, речь премьер-министра Японии Хидеки Тодзио, пожалуй, стоит зацитировать. На протяжении прошлых веков Британская империя путем мошенничества и агрессии приобрела обширные территории по всему миру и поддерживала свое господство над другими нациями и народами в различных регионах, держа их в лишениях и стравливая друг с другом. С другой стороны, Соединенные Штаты, которые, воспользовавшись беспорядком и замешательством в Европе, установили свое превосходство над американским континентом, протянув свои щупальца до Тихого океана и Восточной Азии после войны с Испанией. То есть, короче, Соединенные Штаты даже, короче, Калифорнию захватили. То есть, с этого начинаешь. Соединенные Штаты и половину США, короче, тоже захватили. Такая вот история. Это Хидеки Тодзио рассказывает. Значит, дальше цитирую. Затем, пользуясь своим возвышением после Первой мировой войны, Соединенные Штаты стали стремиться к мировой гегемонии. Совсем недавно, с начала нынешней войны, Соединенные Штаты в еще большей степени активизировали свою империалистическую деятельность, стремясь проникнуть в Северную Африку, Западную Африку, Атлантический океан, Австралию, Ближний Восток и даже в Индию. И, видимо, пытаясь узурпировать место Британской империи. Короче, больше, конечно, они на Америку обижены, чем на Британию. Ну, в общем, Тодзио сказал речь, что британские и американские империалисты хотят захватить народы Азии, и Япония героически сражается за свободу. Значит, война направлена на уничтожение зла и восстановление справедливости и освобождение всех народов Азии. И причем, особенно Тодзио похвалил индусов, который там был, что, значит, китайский народ, индийский народ и японский народ, это три крупнейших народа Азии, и они, в общем, будут дальше господствовать. И нам нужно всем дружить, китайцам, индусам и японцам против этих говняков, в особенности американцев. Значит, выступил, естественно, там этот берманец Бомо, который тоже рассказывал, что «Моя азиатская кровь призывает меня к другим азиатам», и после войны этот Бомо рассказывал противоположное, конечно. Ну, Бомо там сильно японцам жопу лизал. «Миллиард азиатов готовы сражаться за свою свободу под руководством Японии». Это берманский этот... И постоянно говорю, что во мне, короче, зовет азиатская кровь, и нужно думать не разумом, а азиатской кровью. Вот. Ван Зинвей хитро все себя вел и говорил о том, что китайский народ великий, нужно дружить между китайским и японским народом. Короче, Ван Зинвей все время намекал, что должно быть равноправие между Китаем и Японией. Выступил индус этот, Субхаз Чандрабос, который заявил, что Лига Наций – это говнюки, которые все помогали западному колониализму и не хотели свободы Индии. И вот эта Лига Наций, вся эта говеная, правильно ее развалили и правильную войну начали. Ну вот дословно Субхаз Чандрабос. «В коридорах и вестибюлях Лиги Наций я провел много дней, стучась в одну дверь за другой в четной попытке получить слушание по вопросу индийской свободы». Ну и в общем вот именно, короче, этот Чандрабос там сильно отжигал. Вот что-то из Японии несет свободу Индии. Все эти западные пидорасы, значит, рассуждали там, короче, все там что-то о каких-то свободах, там о демократии, а сами даже Индию не освободили. А вот прекрасная Япония, она вот протянула нам руку помощи и сражается за свободу всей Азии против этих всех вот говноедов. Ну, в общем, ругались они там сильно. Все, после этого они там все поклонились японскому флагу, приняли совместную декларацию от 6 ноября, где, значит, сказали, что все страны Азии стремятся к взаимному процветанию, а Великобритания и Соединенные Штаты угнетают другие страны, ну вот, значит, сейчас надо, зацитирую я даже. Фундаментальным принципом установления мира во всем мире является то, что все страны получают то, что они заслуживают, зависят друг от друга и помогают друг другу для достижения взаимного процветания. В Великобритании и Соединенные Штаты, однако, угнетают другие страны и другие народы для своего благополучия, эксплуатируют и порабощают Великую Восточную Азию, в частности, и тем самым нарушают безопасность в регионе. Вот в чем причина Великой Восточно-Азиатской войны. Страны Великой Восточной Азии должны сотрудничать, чтобы выиграть войну, освободиться от аков Англии и США, чтобы получить свои самостоятельные администрации и самостоятельную защиту, построить Великую Восточную Азию на основе принципов, упомянутых выше, и тем самым установить мир во всем мире. Ну, в общем, несмотря на мое ироническое отношение к японцам, тем не менее, антиклониальную повестку я и тут поддерживаю, и в этом плане. Ну, конечно, тем не менее, вот тут зерно истины тоже есть, достиженные империалисты и колонизаторы. И Япония действительно помогла малым народам Восточной Азии, это все значит правда. Но, конечно, все-таки она, по большей части, пропагандистская была конференция, и это все японцы максимально своей прессе осветили, что все народы Азии соединились, чтобы сражаться против западных колонизаторов, выпустили свои красивые японские картинки по этому поводу, ну и вот такое вот шоу в Токио тоже состоялось. Вот такие у нас новости за ноябрь 43-го года.